Но своими же устами вы произносите совершенно другие слова, обозначая этот путь как не путь пророка, не путь сахабов, не путь мусульман, не путь ислама. Это действительно, это и есть путь Ахмата Кадырова. Сразу одену наушник, это госдепартамент, в ухо должен мне подсказывать, что говорить, что не говорить. Раньше у меня справа сидел человек, который подсказывал, но сейчас он уехал в Америку, в Соединенные Штаты, находится в Вашингтоне, поэтому мы с ним по наушнику теперь связываемся. Он полностью диктует мне все то, что вот, вот даже сейчас то, что я должен вам говорить, это все он диктовывает мне он. Зачитаем комментарии в эфире. Мир Ург. Ассаламу алейкум. Тумсад. Аль-Ат-Тубайл. Хау. Алейкум. Ассаламу. Рааматулу. Амин. Баракалллаху. Фейк. Аллах. Ризхалил. Хайбах. Хаула. Куда ты делся? Все, понял. Расскажите, что с этой женщиной, Лейлей, которую Ислам Кадыров бил электрошокером, сделали бы в шариатской Ичкерии, если она виновата, отрубили бы левую-правую кисть или она поделилась с шариатскими судьями и ее отпустили? Амиго, ты задай вопрос по поводу того, что бы с ней было по шариатскому праву у знающих. Они тебе ответят. Для этого у нас есть те, кто отучились, те, кто до сих пор учатся, они дадут тебе полный расклад этой темы, преступления, как оно было бы расследовано, какие бы там были условия, доказательства и так далее. Полностью по полочкам наши студенты тебе это разложат. Пожалуйста, к ним. А я не знаю, я не специалист в шариатском праве, я не адвокат, не прокурор, я этого не знаю. Ну вот стопроцентно знаю, что током электрошокером бы ее не пытали. Это стопроцентно. Если, конечно, там нормальные люди. Но так, если от того, что где-то там шариат или где-то демократия, где-то коммунизм, от этого это не уберегает государство, от того, чтобы там не было каких-то отморозков, имейте в виду как бы. Но зато я точно знаю, что было бы с ним, если бы вот такая вот история стала бы известна, то уж точно вот как его, как по дешах его отмазал, вот так бы его не отмазали. Опять-таки при условии, что действительно действует право в этом государстве. В общем, все относительно. Евгений, привет, Тумсо. Как ты понимаешь термин религиозный фанатизм и религиозная наука? Привет, Евгений. Религиозный фанатизм, я понимаю, это когда человек фанатеет. Любая вещь становится опасной, если от нее начинает фанатеть. Человек может стать фанатом мороженого, и это для него станет губительным. То есть он уже либо очень серьезно заболеет, там свое горло простудит, либо на этой волне совершить какое-нибудь преступление, чтобы ограбить холодильник с мороженым. Поэтому в любой стезе, там, везде фанатизм, он порицаем. Ни в коем случае нельзя быть фанатом. Ни футбола, ничего. Если ты начинаешь фанатеть, то это все плохо. Будь то спорт, будь то наука, будь то все, что угодно, будь то любовь даже. Поэтому религиозный фанатизм, это когда человек настолько начинает увлекаться религией, что он уходит в какой-то фанатизм. Чрезмерность, понимая, фанатизм это чрезмерность. Вот, наконец-таки я пришел к этой формуле. Чрезмерность в почитании чего-либо там, или в увлечении этим чем-либо, вот это и является фанатизмом, и этого делать нельзя. А вот религиозная наука, честно говоря, не слышал такого термина, как религиозная наука. Если имеется в виду наука в религии, то, например, в исламе, в шариате есть различные религии, как, например, отдельная религия толкования Корана. Есть, ой, не религия, наука толкования Корана. Есть наука хадисоведения, то есть изучение хадисов, заучивание, передача цепочки и так далее. Есть отдельная наука по исламскому праву. Потом в каждой этой науке есть какие-то поднауки, как, например, кто-то больше изучает, допустим, семейное право, кто-то там уголовное право и так далее. Если ты имел в виду под термином религиозная наука это, то об этом идет речь. А так я просто не совсем понимаю, что ты имел в виду. Тумсо. В странах Европы антисемитизм процентов на 70 от мусульман. Те, кого задерживают за нападение на евреев, это мусульмане почти всегда. Ты рассуждаешь сквозь замыленные очки исламских пропагандистов или специально искажаешь, чтобы ислам выгородить. Ну, назови нам тогда, давай по фактам будем говорить, назови нам хоть хотя бы одного вот этого задержанного антисемита, мусульманина, известного какого-нибудь. И даже неважно, ты можешь даже не сейчас живущего, а когда-то жившего даже назвать. Даже это мы тебе простим. Назови нам таких, пожалуйста. И как может вообще, в принципе, мусульманин быть антисемитом, если большинство, по-моему, этой уммы, это те же семиты. Арабы, они тоже являются семитами. Это просто как-то не клеится. Это очень странная тема. Антисемитизм – это явление, которое зародилось в Европе, которое в своей ужасающей форме практиковалось в Европе и которое, к сожалению, по сегодняшний день остается именно в Европе. Я об этом говорю отнюдь не с радостью. Это печально. Итак, у нас позавчера, по-моему, в Шалях отметили, заявлено было, что они отмечают день рождения пророка, «Мир и мой благословения Аллаха», якобы. На самом деле они отмечали день смерти посланника Аллаха, потому что день его рождения достоверно никому не известен, нет точной даты его рождения в исламском мире. Нет, эта дата не определена. Однако вот с датой его смерти все достаточно определенно. И та вот дата, которую они отмечают, это как раз дата его смерти. И здесь что самое интересное, как обычно эту историю подали по ЧГТРК, как якобы там собрались 50, что ли, тысяч там верующих, чтобы там как-то, в общем, отметить это. Они там молились, делали дуа и так далее. Это все нам показывают, какие-то люди там что-то комментируют. На самом-то деле, на самом деле, даже на этом мероприятии у нас в Чечне сгоняют людей. И я получил сообщение еще 8 ноября. На следующий день они отмечали 9 ноября. С 8 на 9 ночью они отмечали. И вот я уже 8 ноября получаю эти сообщения. В мечеть Шали стягивают бюджетников, учителей Грозного. Со Старопомысловского собираются 23.00. Сказали одеть мюридовскую одежду. И вот такие сообщения мне присылали еще буквально накануне, 8 числа. Я не могу вам их сейчас так показать, потому что там видно ник. Потом выложу скрины. Так вот, даже вот это вот мероприятие, безусловно, являющееся нововведением, даже это мероприятие вы, кадыровцы, не можете провести его честно, искренне. Ведь наверняка там ваших сторонников было бы немало, которые приехали бы туда для того, чтобы там совершить эти обряды Зикра, получить там от вас эти вознаграждения, просто там потусоваться с вами рядом, где-то засветиться. Все равно туда какая-то часть людей туда приехала бы. Пусть их не было бы 50 тысяч, там не было бы 10 тысяч. Но какая-то часть была бы, и этого в принципе было бы для вас достаточно. Но нет, вы этим не удовлетворитесь. Почему? Потому что вам нужно показать грандиозность. Грандиозность. Там же присутствовал какой-то там наследный какой-то, то ли принц, то ли просто принц из Бахрейна. Вместе с Кадыровым пришел. И вот они там устроили вот эти вот показушные темы. Повеселились там, типа, отметили, как они говорят, день рождения на самом деле. День смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И вот эта вот показушность, которая во всем, даже вот в таких вещах, которые для вас вроде как святые, вы же говорите, что это то, во что вы верите. Вы убеждены, что в этот день пророк, мир ему и благословение Аллаха, родился. Вы убеждены, что эту дату нужно праздновать. Хотя сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, этого не праздновал. Не праздновали это его сахабы, его сподвижники. Не праздновали это никто из имамов сунны. Никто этого не праздновал. Но вы, допустим, считаете, что вы должны это праздновать. Для вас это получается святое дело, благословенное. Вы за это, типа, получите какую-то награду, вы так думаете. Но даже это святое для вас дело не остается без показушности. Без того, чтобы кого-то не принудить. Приехать туда. Но люди, может быть, огромная часть людей, которых вы туда принудили, вот эти бюджетники, они не хотели туда ехать, они не приехали туда искренне. И даже вот если залезть в вашу шкуру и представить, что да, вы в это действительно верите, и для вас это святое дело, почему даже вот это ваше святое дело вы пачкаете тем, что принуждаете каких-то людей приезжать, отмечать с вами этот день, читать там салаваты, ставите какие-то задания, там даете прочитать столько-то этих... Что это за цирк? Для чего вы это делаете? Зачем вы этим занимаетесь? Знаете, что самое приятное во всей этой истории? Вы сами, вы сами обозначаете вот этот вот свой путь, как путь Ахмата Кады. Вот вы понимаете, Аллах не дал вам назвать этот свой путь путем Ислама, путем пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Он не дал вам этого сделать. Вы сами же свидетельствуете о том, что ваш путь не является путем пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, путем Ислама, путем Сунны, он не является. Вы сами свидетельствуете об этом. Аллах не дал вам, понимаете, Аллах не дает вам лгать. Даже вот в таких вещах на своей религии он не дает вам лгать. И вы сами этот свой путь определяете, как путь Кадырова, да, там пытаясь как-то повернуть это, сказать, что вот это, мол, это и есть то же самое, написано вот так, читая вот так, но своими же устами вы произносите совершенно другие слова, обозначая этот путь как не путь пророка, не путь сахабов, не путь мусульман, не путь Ислама. Это действительно, это и есть путь Ахмада Кадырова. Субтитры создавал DimaTorzok